Приветствую вас и в ситуации, которую вы описываете, есть несколько важных моментов, которые мне бы хотелось пояснить. Пояснить, чтобы вам было более понятно, откуда вообще говоря растут ноги и как правильно воспринимать то, что между вами происходит. Во-первых, начнем так. Почему, как вы думаете и как думает ваш молодой человек, девушка, его предыдущая девушка, не отпустила вас, не отпустила его, точнее, прошу прощения, деканта. То есть, рефронтируя вопрос, можно его задать так. Почему девушка, несмотря на прямое желание мужчины быть с вами, а не с ней, все равно продолжает портить вам жизнь, все равно продолжает вернуться и его вернуть. С чем связано, с чем связано такое поведение, как вы думаете? Вот лично вы, как думаете, почему женщина так реагирует? Казалось бы, вот казалось бы, да, мужчина ее обтолкнул. Казалось бы, мужчина ее, ну, скажем так, отверг. Казалось бы, мужчина ее оскорбил. Оскорбил тем, что перестал красиво с ней быть. Женщина, которая себя уважает, которая себя ценит, которая себя любит и так далее. Она ведь, на самом деле, никогда бы так не поступила. Она бы сразу порвала бы с ним все отношения. Она бы сразу перестала бы с ним общаться и отпустила его, если бы любила. Но любви такой нет. Она не совсем его любит. И я надеюсь, вы это неплохо понимаете. Вам нужно понять, что девушка его не любит. Она, то есть девушка, его использует. И использование, это является ключевой, ключевым направлением по отношению к молодому человеку. Девушка его стремится использовать. И вот этот момент нужно понять вам, как для себя, так и для мужчины, донесите. Разобрать причину поведения ему девушки. Вообще-то говоря, сесть и спокойно проговорить все, что представляет из себя бывшая девушка молодого человека. Кто она, какой у нее тип характера, как она вела себя с мужчиной и так далее. Пожалуй, очень быстро станет понятно, что подобное ее поведение уже было довольно давно. Оно уже очень давно наклевывалось. Просто мужчина этого не замечает. Это первый важный момент. Второй важный момент. Клевета. Клевета, которую распространяет девушка. Ну, вообще говоря, клевета, если она действительно имеет место быть, если есть прямо доказательства того, что человек распространяет про вас честь видения, порочащие ваше честь и достоинство, то на нее, на девочку в этом случае, может быть подана жалоба, может быть заведено дело обращение в воздействии правоохранительного, и она может быть привлечена к ответственности за клевету. Я, как юрист, могу вам сказать, что клевета является уголовно преследуемым преступлением и за него очень даже нарушенный срок можно получить. То есть, если у вас есть доказательства, то того, что девушка, бывшая девушка вас пытает заклеветать, то здесь можно и нужно не спускать ей это, а наоборот, наоборот, стремиться к тому, чтобы привлечь ее к ответственности, дабы ей было неповадно так делать. Следующий важный момент, который мне хочется вам ну, хочется вам предоставить, преподнести. важный момент заключается в том, что клевета очень здорово, очень органично помогает понять, как люди к вам относятся. люди имеют в виду вообще все люди, то есть, не только родители вашего молодого человека, но и коллеги, и друзья, как все они реагируют на то, что вы вот представите перед ними в другом свете. если кто-то верит в клевете, если кто-то действительно на нее повелся, купился, да, то вряд ли так какого человека можно назвать ну, истинным другом для вас, тем, кто верит в вас. Потому что самодостаточные осознанные люди, они верят не тому, что слышат, а тому, что сами видят. То есть, своему собственному мнению. Вот именно так ведут себя люди достойные, люди уверенные в себе и так далее. И клевета при всех ее, скажем так, минусах, при всех ее отрицаточных моментах помогает людей ненужных от всей клевета это проверка. Это тоже нужно понимать. Если люди вами дорожат, если люди знают, кто вы, и что вы из себя представляете, то никакая клевета вас с ними не разлучит. В том числе и с молодым человеком. Дальше. Следующий момент. Как вы понимаете, здесь мы постепенно переходим к вашему мужчине, с которым вы сейчас и которые колеблются. И в первую очередь нужно сказать так. Камень предстояния основной, который я увидел, это то, что для него родители, познакомить вас с родителями очень важно, она поставит, что вы им не понравились. Понимаете, в чем дело? если ваш мужчина не обладает и не принадлежит каким-либо определенным национальным религиозным конфессиям, религиозным объединением и так далее, то этот момент нужно обязательно для себя тоже выделить. Почему молодому человеку настолько важно, чтобы вы поднакомились с его родителем? Ведь это ваши отношения. Ваши отношения это не его отношения с родителями. Это ваши отношения. И совершенно непонятно, почему ему так важно, чтобы вы познакомились с его родителем. Получается, что он довольно сильно от них зависит. и эту зависимость тоже нужно проработать для себя. Потому что в родительном случае может быть так, что молодой человек будет во всем стараться понравиться родителям, прислушиваться к ним, вмешивать их в вашу жизнь и так далее. Надеюсь, понятно, что хорошего в этом нет ничего. следующий важный момент заключается в том, что мужчина, ну, если он сейчас вас сомневается, то это понятно, почему, но у мужчины, по вашему мнению, обязана присутствовать готовность не только строить с вами отношения, не только устраивать их, да, создавать семью, там, и так далее, но и защищать, защищать вашу семью и защищать ваши отношения. Если мужчины отношения ваши не защищают, то вам будет сложно, потому что эта девушка, которая сейчас портит вам жизнь, она или по уйдет, ну, ей надоест это делать, она наконец отпустит молодого человека или что-то еще, и на ее местах придут другие. Придут другие раздражающие факторы, например, влияние и мнение коллег, например, мнение родителей. И молодому человеку, если он действительно вами дорожит, нужно будет защищать вас и ваши отношения перед всеми этими людьми, как главе семьи. То есть у него, как у мужчины, как у главы семьи есть прямая обязанность защищать ваши отношения. Нужно, чтобы эта готовность у него была. Ну, и поговорить с ним об этом. Сказать, что завистники есть всегда. Что человек завидует потому, что у него самого этого нет, потому, что у него дефицит, потому, что там занимается в себе и так далее. Но это не повод как бы позволять влиять подобному отношению на нас. И если молодой человек не готов защищать ваши отношения, то вам будет очень сложно с ним дальше пожить. Потому, что личные границы своих семьи, личные границы своих отношений нужно защищать. И пускать никого туда нельзя. Не только родителей, но и вообще кого бы ни было. Если молодой человек этого не может делать, то собственно говоря, это момент. Если не может, то нужно узнать причину почему, что ему мешает. Может быть, он такой нерешительный, может быть, он чего-то боится, и так далее, и так далее. Об этом нужно разговаривать. Дальше. Вы не понравитесь его родителям. Так он говорит вам. Его опасение, что вы не понравитесь его родителям, вы выглядите несколько по-детски, потому, что он в первую очередь нам с вам. Не родителям, вам. Практически именно вам с ним, именно ему с вами жить. И именно потому, что основой для отношений является взаимная симпатия двух людей, мнение других не важно. Если родители своего сына любят, они примут его выбор, каким бы он ни был. Если это мудрые люди, они поймут, что клевета это клевета, надо самим строить свое мнение на человеке. Если они молодого человека не любят, они так или иначе его выбор а в них самих. Если это люди не очень мудрые, они любой момент декредитирующий вас обратили бы против. То есть тут порча репутации и дело времени всего лишь и не больше того. Это все тоже нужно понимать. Наконец последнее. Последнее касается того, что молодой человек представив вас своим родителям может быть вызовет их недовольство. Ну это такой вот самый негативный расклад. Вызовет недовольство. Хорошо. Родители не примут выбор выбора своего сына, но если он вас любит, конечно это не является аргументом для того, чтобы отношения прерывать, и это понятно. Родители со временем смирятся. Главное, чтобы вы хотели быть вместе вот. У родителей со временем не останется выбора, кроме как вас принять, если они увидят, что сын счастлив, что сын рад, что сын нашел свою женщину. Поэтому нужно время, и для этого нужно терпеть, терпеть. Ваше терпение, в том числе. следующий важный момент, этот момент, он последний. Это сомнение вашего молодого человека, и его невидение вас рядом с собой. момент, этот наиболее плохо, по моему мнению, раскрыт, потому что вы пишите, что он не видит вас рядом, то у него все прекрасно, то у него внутри нет тебя, ну, то есть нет вас. И эти сомнения, эти моменты, они, вообще-то говоря, нормальны. Почему? Потому что у человека бывают такие периоды, когда кажется, что ничего не получится из-за того, что ты задумываешь, из-за того, что ты планируешь. Ну, это такая, знаете, минутная слабость. И если воспринимать ее, эту слабость, именно так, то ничего страшного в этом нет. Да, это сомнения, да, это неприятно, но надо сказать, что вам, то, что вы можете сделать сейчас, на данный момент, это поддерживать своего мужчину. То есть, просто поддерживать его, говорить, что у нас все будет хорошо, что я верю в наши отношения и так далее. На самом деле, выбора другого у вас нет. Раз снабость. Потому что, если вы сами подадите сомнению, то ваши отношения обречены. С другой стороны, именно мужчина является опорой для женщин. И нужно смотреть, как ведет себя ваш молодой человек в других обстоятельствах. Если в других обстоятельствах он вас поддерживает всегда, он вас защищает, то таким моментам нужно относиться спокойно. У любого бывает слабость, и любимые люди поддерживают любимого и не дают ему погрузиться окончательно в пучину безнадежности. Но если вы чувствуете, что молодой человек не только в такие моменты нужна ваша поддержка, нуждаются вашей поддержки все больше и больше и больше, то это приводит вам к звоночкам. И здесь нужно задать себе вопрос, а вас вообще устраивает такая позиция, позиция опора для своего молодого человека? Потому что сейчас, пока еще отношения не формируются, вы можете что-то сделать. Вы можете сказать, что меня не устраивает, такая позиция, что я хотел бы чего-то другого. если вы сейчас этого не сделаете, а вас это напрягает, то дальше в дальнейшем морального права так говорить и так заявлять и что-то менять, у вас, к сожалению, не будет. Почему? Потому что молодой человек скажет вам ну тебе же раньше нравилось, а что изменилось сейчас? И к сожалению, он будет прав. На стороне это будет выглядеть именно так. То есть на эту тему я надеюсь точно все понятно. Аспект еще один важный, который нужно озвучить заключается в том, что молодой человек имеет свои желания, свою картину мира, свое идеальное развитие отношений и собственно говоря свои стремления. Вам нужно понять какие желания у молодого человека от чему он хочет от женщины сам для себя и постараться быть для него именно той женщиной которая ему нужна, которую он видит, которая для него является идеальной и вот тогда и только тогда молодой человек не будет вас сомневаться если вы будете той кем он хочет вас видеть. Если у вас желание делать это, стремиться к этому это уже ваше право решать. Но я думаю ответ на ваш вопрос был дан. На этом все. Надеюсь что помог вам. Если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ буду благодарен. Если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.